Для наших бойцов готовят новую форму. Пока ее еще не шьют. Массово образцы тестируют. Ее примерил и президент. Что придумали волонтеры и как это оценил Петр Порошенко. Подробнее Елена Митясова. На президента волонтеры примеряют обновку. В такую форму вскоре облачат каждого украинского солдата. Натуральный лен, дышащая основа. Да и на 30% говорят, экипировка будет дешевле. Если она едет, дыхает, мягко, это абсолютно инший вражин. Дизайн камуфляжа создали сами волонтеры из волонтерского десанта. Они работают с Минобороной. Вот, говорят, добрались и до стандартов одежды. Мелочь, некачественная липучка. Если она дешевая, некачественная. Она в инфокрасном аспекте бликует около 200 метров. Никаких сейчас требований к фурнитуре практически нет. По той форме, что закупается. А это очень важно. Но волонтеры, президенты жалуются на еду. Продукты военным поставляют всего 4 компании. Закупают все самое дешевое. Вместо мяса консервы, вместо гречки ячка. Да что говорить, в батальонах нет даже поваров. Сейчас повар это назначенный мальчик, который хорошо умеет чистить картошку. И у кого мальчик хорошо готовит, тем повезло. И предлагают сразу решение проблемы. Внести изменения в законы, работать прозрачно и открыто. Разобрались и с проблемой жилья для военных. Петр Порошенко предлагает привлечь средства иностранных государств под госгарантию. В очереди на квадратные метры сейчас 41 тысяча военнослужащих. В прошлом году квартиры получили всего 700 человек. Мы должны решить это вопрос за больше активной участию в банке. Но мы должны четко разделить. Человек может получать или деньги, или квартиру, или кредит. Но если ты прослужил 25-30 лет, ты фактически получаешь бесплатно, поскольку тебе этот кредит будет списан. Волонтерам президент сообщил еще одну приятную новость. На следующей неделе в Украину прилетят первые 30 бронированных «Хаммеров». Намерен Порошенко подписать сегодня указ и о формировании мобилизационного резерва, чтобы в случае нарушения перемирия дать агрессору отпор.